Ханафитского масхаба. Госсекретарь Суинбек Космометов подчеркнул важность проводимой конференции, в ходе которой были заслушаны доклады о значении научных трудов имама Сарахси в исламском праве и в целом в развитии исламской юриспруденции в новейшее время. Сарахси приложил усилия для распространения ислама среди представителей разных культур. Я рад, что наследие имама распространяют в тюркском мире на родных языках. В свою очередь, генеральный секретарь Тюрксои Султан Раев отметил, что наследие имама Сарахси объединяет все тюркоязычные народы. Конференция имеет большое значение. Я не ошибусь, если скажу, что это исторический день. Имам Сарахси занимает особое место в исламском мире. Его наследие объединяет все тюркские народы. Работая в Турции, я заметил, что ко мне часто обращались с вопросом. А где же находится город Узген, чтобы посетить могилу имама Сарахси? В рамках проекта паломничества организация тюркских государств включила город Узген, где находится могила имама Сарахси в электронную карту. Для того, чтобы сохранить великое наследие Сарахси, необходимо передать его молодежи, будущим поколениям. Для этого мы зарегистрировали на своей карте город Узген, где захоронено тело ученого. Полное имя известного религиоведа из Фриганской долины, имама Сарахси, Абубакр бин Мухаммад бин Ахмад бин Абисахалас Сарахси. Он родился в 1009 году в Сарахсе на территории современного Туркменистана. Говорят, что впоследствии он переехал в Бухару, где получил образование, а затем по определенным политическим причинам провел большую часть своей жизни в Узгене. В исторических источниках говорится о том, что с 1073 по 1807 годы имам Сарахси был заключен в тюрьму Узгена. Около 15 лет заточения имам Сарахси тайно обучал своих учеников, которые записывали его словам. Так он продиктовал им свою знаменитую 30-томную книгу «Аль-Мапсуд». Одним из первых переводчиков книги с арабского на турецкий язык стал Мустафа Живат Ахшид, профессор из Турции, боевым словам на это ушло 15 лет. Он писал свои труды, находясь в тюрьме. Рассказывают, что он провел 15 или 16 лет в тюрьме в Узгене. За 15 лет он написал множество выдающихся трудов. Сейчас мы в процессе подготовки перевода произведений имама на кыргызский язык. Имам Сарахси обладал обширными научными знаниями. Он написал большую часть своих произведений на арабском языке. Как учёный-энциклопедист выражал свои научные мысли в разных областях науки. «Что касается религиозных вопросов, то сейчас много проблем, откровенно говоря. Есть некоторые вопросы, которые несовместимы с нашей традиционной религией. Мы также следуем ханафитской школе, которую можно назвать демократической религией. С точки зрения свободы человека, одежды, имам Сарахси показал уникальность нашей религии. Для Кыргызстана это очень важно». Стоит отметить, что долгое время кыргызская общественность почти не знала об известном религиоведе из города Узген. Профессор Живатахташ приехал в город, нашёл его могилу и рассказал о месте захоронения имама. «Буквально в последние несколько лет личностью имама Сарахси начали очень активно интересоваться. Его уже многие стали знать. Прошлого года увеличилось количество людей, которые приезжают в мечеть для совершения намаза. Увеличилось и количество туристов из-за рубежа». В будущем центре Узгена будет создан микрорайон имени имама, где предполагается строительство социальных объектов, многоэтажных жилых домов, стадиона, гостиницы, зона отдыха. Об этом сообщил глава наблюдательного совета фонда ГАЭ Мустафа Живатахшит на этнофольклорном фестивале «Наследие Узгена-2022», который проходит во второй раз с целью пропаганды, национальной культуры, распространения национального исторического наследия. Мероприятие организовано в рамках реализации указа президента о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности. Не случайно международное мероприятие проводится в Узгене. Узгенский минарет – визитная карточка города. Минарет был построен в XI-XII веках. Первоначальная высота составляла 44 метра, нынешняя – 27. Город Узген, расположенный на Великом Шулковом пути, в свою очередь, был столицей династии Карханидов. Узгене уже во второй раз проходит этот фестиваль. Не будем забывать, что Узген имеет такое же историческое и культурное значение, как и Бухара и Хива. Государственный секретарь заметил, что человеческие ценности, мировоззрение и преданность имама Сарахсе правде и справедливости, его ненависть к лжи, лицемерию являются великим примером для всех ученых и мусульман. Кундуцкая Таева, Амана Исраила, Мир Глебокошева, Аудилай Башев, Фалатова, 24, Ожеская область.